Здравствуйте, мои многоважаемые зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Алексей. Добро пожаловать на моё новое и по совместительству первый обзор мода для игры Евротрак Симулятор 2 в 2022 году. Ребята, это, наверное, одно из самых знаменательных событий, потому что обзоры модов это достаточно постоянная рубрика на моём канале. И, в принципе, благодаря ей я вообще стал известен. И, наверное, вы благодаря ей только подписались на мой канал. Так что, ребята, давайте по достоинству встретим это видео, отгрузим максимально возможное количество лайков под это видео, раскидаем где только его возможно. Но почему бы, собственно говоря, и нет. Мне кажется, это очень хорошая идея. И сегодня, ребята, мы с вами посмотрим на очень интересный мод, который уже достаточно, ну, продолжительное количество времени занимает первое место в Steam воркшопе. Это полуприцепы Кёгель. Давайте посмотрим, что они из себя представляют уже здесь сразу в дилере прицепа. Мы видим то, что присутствуют у нас два варианта. Это обычный 13-метровый прицеп, который, ну, в общем-то, обычный. Вы его на улице можете видеть каждый день. А вот здесь также есть ещё и второй вариант, да. То есть он у нас, так скажем, называется Cargo Mega. И у нас шасси пониже, и сам он повыше. Такие тоже встречаются, но достаточно редко. И давайте посмотрим сначала на один, потом на второй и решим, ну, просто что лучше, либо они оба офигенные. Итак, по модели. Давайте поглядим, как он выглядит. Выглядит круто. Реально. Очень-очень круто. Не знаю, к сожалению, откуда была позаимствована, взята, куплена эта модель, но выглядит действительно достойно. Задний бампер. Офигенно. Вообще же сама шторка, скорее всего, взята с кроны. Есть вот такие вот всякие застёжечки маленькие, светоотражатели, все замки, то есть ремешки, колёса, брызговики, полетники. Ну, несмотря на то, что как бы прицеп, ну и прицеп, как бы хрен бы с ним, да. Можно вообще там не запариваться на детализации, но нет. Наоборот. Здесь как раз-таки решает детализация, кастомизация, тюнинг и так далее. То есть это прям уже такие полноценные участники игры, потому что их нужно покупать отдельно, их нужно тюнинговать. И, в общем-то, да. Итак, давайте будем посмотреть, что он из себя представляет. Тип сцепки у нас, естественно, одиночка. Кузов есть карго, есть вот такой вариант карго. Это, как я понимаю, для того, чтобы возить какие-то негабаритные по ширине, может быть, грузы. Потому что здесь даже таблички у нас есть негабаритные, которые наверняка раздвигаются на ширину негабарита. И, соответственно, говорят о том, что, ай-яй-яй, аккуратно, у нас негабарит. Ну, в общем-то, давайте пока, наверное, оставим этот, потому что мне просто интересно посмотреть на одном типе, а потом на другом. Три оси, плюс у нас имеется 16-метровый вариант. 16-метровый вариант, как я понимаю, у нас, да, доступен только в одном исполнении. То есть с негабаритом, так скажем, посередине, да, у нас уже здесь, к сожалению, ребята, не получится. Для этого нам нужно вернуться на три оси, и тогда, да, вот такой тип кузова станет доступен. Ну, покрасочка, также у нас тент естественным образом красится, пожалуйста, без проблем, заранее подготовленных цветов очень много. Даже есть любимые нами каноничные, вот такой голубой, либо синий, называйте, как хотите, цвет тента, которому все уже практически, наверное, привыкли в нашей стране. Использовательский цвет, пожалуйста, без проблем. Но, раму, как я понимаю, перекрасить нельзя, ее можно поменять в тюнинге, она будет такого же цвета, как и штора. Но, не знаю, весьма, наверное, спорное решение. Ну, ладно, ставим это все на совести автора. Скины имеются вот такие, вот, вот такие, вот, вот такие. Вот у нас имеются скины. Кстати, я только что понял, что именно как раз-таки от этой компании, может быть, это какая-то дочерняя компания, я не знаю, в игре есть тюнинг-пак. То есть, ну, действительно, вы помните, да, это видео, которое вышло уже достаточно давно, HS, вот этот вот, в общем, не знаю, оказывается, они занимаются какой-то строительной техникой. Ну, тоже весьма интересно. Стандартная кюргельская покраска с вот таким вот скином, с таким вот серым фирменным цветом, насколько я понимаю. Ну, и вот с пластырем, почему бы нет. На, соответственно, вот таком типе, давайте посмотрим. Да, скинов меньше, их всего лишь три штучки. Ну, как бы стоит просто иметь в виду, что вообще, в принципе, они есть. По аксессуарам. Для всех одинаково, как я понимаю, у нас можно поменять отражатели, меняются они у уголочки, и, соответственно, лента снизу. Здесь мы можем поставить вот такие замечательные огнетушители. Здесь коробочка для информации о доставке. Ну, это странно. Я не знал, на самом деле, что как-то вот здесь могут храниться какие-то документы, либо что-то в этом роде, но окей. Здесь в этом месте у нас клеится вот такая наклейка, что типа мертвая зона, там туда-сюда, не видно и так далее и тому подобное. Здесь как раз таки у нас меняется цвет рамы. Вот под красный в этом случае он у нас идет, потому что это, видимо, так заложено в сам скин. Здесь дополнительные фары. Ну, как я понимаю, они нужны для того, чтобы мы с вами, когда включаем заднюю передачу на тягаче, они как бы нам освещают путь и как бы видно. Ну, ладно, хорошо, протестируем на второй части видео. Здесь левую даже можно поворотник поставить вместо обычных габаритных огней. Ну, оставим, наверное, просто габаритки. Лестницу сюда можно спрятать, пожалуйста. И лесовоз. Не знаю, что это такое. Наверное, вот эти поперечины какие-то или что. Ну, давайте оставим лестницу, почему бы нет. Полетники. Они у нас, собственно говоря, могут быть как отбойниками, так и отбойниками с ящиками. Но здесь, в принципе, смотрите, здесь вот реально все сделано так, как будто это какое-то официальное DLC. Ну, вот правда. То есть, вот посади сюда игрока, который абсолютно не разбирается в этой теме. И он даже, наверное, не поймет, что это мод какой-то или что-то такое. Потому что, ну, выглядит действительно все на достойном уровне. Колеса. Здесь у нас свои собственные присутствуют. То есть, нет необходимости ставить беспонтовые стандартные дефолтные колеса. Когель хром у нас имеются. И вот такой вот когель хром имеется. Отличаются они только тем, что, ну, вот этих вот отверстий здесь просто выпилено чуть больше. Также, плюс ко всему, они есть и под покрасочку. Если вы какой-то там супер-пупер кустом создаете. Здесь колпаков у нас никаких нет. Хотя хотелось бы ступиться. У нас здесь добавляется своя сафовская, кстати, да. И здесь у нас, соответственно, колпачки когель хром. И есть когель пен. То есть, ну, выбирайте то, что захотите. Резина, как я понимаю, в принципе, здесь у нас работает и дефолтная. Прописывается без каких-либо проблем. Но также можно здесь, ребятушки, поставить резину из DLC Michelin Fan Pack. Если оно, собственно говоря, присутствует, можно поставить. Почему бы нет? И вот, типа, у вас прям когель такой крутой. Весь на Мишлине. Давайте я его прям даже при вас переобую. И, да, уже выглядит поинтереснее. Здесь в этом месте у нас ящик для инструментов. Запасное колесо, хромированный ящик. Полетник. Полетник окрашенный. Ну и, соответственно, еще несколько вариантов дополнительных ящиков. Ну, интересно это все выглядит. Интересно. Давайте оставим вот такой вариант. А здесь тот же самый, в принципе, набор. Но сделаем вот так. Почему бы нет? Здесь это у нас башмачки. Опять же, либо красные, либо желтые. Можно сюда их припрятать. Задние ворота. Дополнительные слоты для аксессуаров. Тут, как я понимаю, у нас ограничения скорости всяческие есть. А, все одинаковое. Хорошо, я понял. Светоотражатель можно поменять сзади. Здесь, соответственно, логотип Кегеля можно воткнуть, если вам жизненно он необходим. Задний бампер. Пластик. Алюминий. Краска. Пластик. Алюминий. Непонятно, что меняется. Но, я имею в виду, что, да, меняется сам бампер. Но имеется в виду, что пластик. Где он пластик? Либо он что, действительно пластиковый, что ли, этот бампер? Вот это интересно. Здесь номера. Пожалуйста, можно даже поставить номерной знак Германия. Как я понимаю, если мы этого ставить не будем, то поставится дефолтный номер. Ну, собственно говоря, и проверим. Проблесковый маячок можно воткнуть. Опять же, если у нас не габарит и так далее, мы, пожалуйста, можем его сюда воткнуть. Светоотражатели. Прямо как у кроны. У последнего обновления. Ну и здесь у нас идут брызговики с названием наших замечательных тягачей. Ну, так как у меня тягач МАН в цепке, соответственно, будет, мы, собственно говоря, ставим и МАН. Ну, ребят, вот такой вот первый вариант. Это обычный у нас получается, ну, можно сказать, практически обычный, да, полуприцеп. Привычный нам. 13,5 метров с возможностью загрузить какой-то негабарит боковой. Но есть, ребята, здесь и полуприцепы интереснее. Для этого нам надо вернуться обратно. Карго-мега. Зацепляемся. Мы видим то, что шасси у нас тут ниже. И прям видно, да, когда я зацепился, у нас прицеп аж в воздух улетел. То есть, получается, он будет у нас уже на изломе. И, как бы, ну, на стандартные шасси цеплять его, ну, это прям такое себе. Вам именно нужен тягач уже, вам нужен будет мод, где есть лоу-дек шасси. Вот как раз-таки для этого, ну, ребята, и было придумано. Это лоу-дек шасси, чтобы цеплять вот эти огромные высокие трейлеры. Чтобы по высоте они проходили. То есть, мы делаем машину ниже, но грузить мы, соответственно, можем больше. И как раз-таки вот это расстояние, оно и очень сильно спасает. Итак, давайте быстренько пробежимся, посмотрим. Одиночный тип. Здесь у нас, опять же, также дублируется все это дело. Тип сцепки также у нас дублируется без проблем. И если мы выбираем карго-мега, то у нас нет, соответственно, длинного 16-метрового исполнения. Стоит об этом, ребятушки, помнить. Возвращаемся обратно. Покраска. Вся та же самая, абсолютно. И по тюняшкам что-то, я думаю, что все то же самое. Да, абсолютно, ребят, все то же самое. Я ничего не ставлю, я просто посмотреть. Хочу лично для себя и понять, что есть что-то новое или нет. Отбойнички все те же самые. Соответственно, по колесам абсолютно та же самая ситуация. Здесь, смотрите, здесь уже резина какая-то другая стоит. То есть здесь уже стоит Goodyear, Fuel, Max, THL 435. Ну да, здесь отличается только тем, что своя уже какая-то резина здесь прописана. В остальном, здесь у нас поменьше, кстати, вот этих вот ящиков можно поставить с этой стороны. Здесь их чуть больше. Ну, так же, как это было и на том варианте полуприцепа. Здесь также меняются светоотражатели. Здесь также у нас ставится логотип. Здесь слот для аксессуаров. Здесь вот такие вот можно налепить светоотражатели. Бамперы точно такие же. Но, кстати, смотрите, там у нас был бампер с высокой, ну, широкой, назовем это так, вот этой пластиковой планкой. Здесь она, кстати, узкая. Вот тоже отличие, пожалуйста, сразу же мы с вами обнаружили. Проблесковый маяк. Можно, соответственно, ваткнуть. И здесь у нас ставится брызговик. Ну, вот как бы, в принципе, и все. То есть действительно, по большому счету, по тюнингу они практически не отличаются за какими-то малыми изменениями. Ну, а теперь, друзья, давайте я соберу какой-нибудь из этих двух полуприцепов. Зацеплю его за свой оливковый MAN. И немножечко мы его протестируем. Ну, а начинаем, ребята, наш тест-драйв с просмотра тех грузов, которые может перевозить наш замечательный полуприцеп Кёги. В принципе, в него прописаны абсолютно дефолтные грузы, которые, в общем-то, может перевозить любая абсолютно штора, которая есть в игре. Но здесь есть и какие-то свои даже грузы. Они у нас на английском языке прописаны. Ну, допустим, по ванчики мы можем перевести, да. Давайте сконцентрируемся, в частности, на Санкт-Петербурге, да. Ну, вот, пожалуйста, все, абсолютно все грузы, которые может перевозить обычная дефолтная штора, штора от Кроны, без проблем, все это здесь есть. Даже, пожалуйста, можем перевезти оливки. Почему бы, собственно говоря, и нет. Далее, давайте мы с вами, ребята, вернемся в игру. Здесь уже наступила ночь, но как бы она нам на самом деле и на руку. Потому что, ну, по сути, как бы мы уже с вами посмотрели при свете дня на этот замечательный полуприцеп. Кстати, обратите внимание, номер поставился. Я не ставил немецкий номер. Ну, в общем, вот так вот я себе собрал прицепик. Единственное, то, что нам сейчас здесь, по сути, нужно проверить, это провода. Ну, для этого мы чуть-чуть, так скажем, моргнем, и свет появится. Но освещение. Давайте, да, мы подаем питание. В общем-то, все, грузовик у нас включен, как вы понимаете. Включаем габариты. Вот так вот они у нас подсвечиваются. Слушайте, ну, интересненькие, конечно, здесь такие лампочки. Варичка. Я, кстати, поставил, обратите внимание, поворотники. Они у нас совмещены вместе с вот этими габаритами. То есть, запитано все практически на одну лампочку. И вот когда мы включаем, допустим, левый поворот, у нас полностью здесь все моргает по кругу. Смотрится, на самом деле, очень красиво. Очень интересно. И с салона даже это прям вот так вот прикольно выглядит. Ну, здорово, здорово. На самом деле, с этой техникой здесь прикольная. Задний ход, пожалуйста, вот эти вот дополнительные фонарики, которые ставятся сзади. Ну, они светят, конечно, но, откровенно, честно признаться, так себе. Ну, а так, вот просто посмотрите, насколько больше места у нас получается прям идет для маневра. И да, это действительно очень хорошая вещь. И спасибо тому человеку, который вообще, в принципе, это все придумал, изобрел и придумал ставить вот эту историю сюда. Слушайте, ребят, ну кайф. Ну, реально же кайф. Давайте мы сейчас с вами чуть-чуть поспим, чуть-чуть отдохнем и посмотрим при свете дня еще раз на это творение. Итак, друзья, ну что ж, немножечко сдал я назад. Наступил световой день и это очень-очень хорошо. Ну и здесь мы можем посмотреть на то, как тут у нас висят все шланги, провода, кабели. Называет их каждый по-разному, но как бы ладно, не суть. Ну, естественным образом они будут по понятным причинам анимированы, потому что, ну, действительно, при общем отличнейшем абсолютно качестве этого мода, этого полуприцепа, ну, это должно уже как бы работать, это само собой разумеющееся. Плюс ко всему, ребята, у нас на полуприцепе есть подъемная ось. Если вы знаете, на какую клавишу у вас все это забиндено, вы ее нажимаете, ну и ось у вас спокойным образом поднимается. Ну и как бы вот так вот все это дело выглядит. Слушайте, ребят, это очень достойный на самом деле мод. Его действительно не стыдно рекомендовать. Ссылку на него я оставлю, ребята, в описании. Это действительно очень классный полуприцеп, на который стоит обратить ваше внимание. На этом, ребята, все. Спасибо вам всем огромное за внимание. Спасибо, что поставили лайк под этим видео. Спасибо, что подписались на канал после просмотра этого видео. Ну и все, друзья, с следующими пожеланиями. Пока-пока и еще увидимся.